И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по такому аккаунтику, на котором уже давным-давно ничего у нас не выходило. Тема сегодня у нас будет такая вот неожиданная, можно сказать, для кого-то. Для кого-то это будет как кликбейтная тема. Но у нас фуловый дрон, фуловый дрон-штурмовик. Сегодня вы сможете узнать, откуда я его получил, откуда он у меня появился вообще на таком звании, на лейтенанте, фуловый штурмовик. Покатаем сегодня с ним в каточке, посмотрим вообще, как он себя действует и, в принципе, как он себя проявляет в режиме Джаггернаут. Не знаю, посмотрим вообще, как и что нагибает он на таких звонках. Ну и, конечно же, откроем в конце ролика парочку контейнеров, и у меня на аккаунте имеется 53. Три контейнера, я думаю, сегодня откроем, 50-ку оставим на открытие для видосика какого-нибудь. Ну а что касаемо, ребят, данного дрона, то, в принципе, в ближайшие пару минут я попытаюсь объяснить, каким образом он мне достался. Давайте сразу нажимаем на каточку Джаггернаут. Я надеюсь, сейчас нас быстро закинет. Попробуем быстренько тоже забрать Джаггернаута, если мне его не дадут. Ну а что касаемо, ребят, штурмовика, то данный дрон я получил за второе место в турнире ТОВ Дрим Тим. Там у нас давался на выбор фуловый дрон, ну и я взял себе дрон на такой аккаунтик, взял на лейтенанта, батареек у меня около тысячи. Не знаю, насколько времени мне хватит вообще, в принципе, поиграть с данным дроном, поиспользовать ему именно в боях матчмейкинга, насколько долго это хватит. Но, безусловно, я уже сейчас понимаю, что это называется просто работа на батарейке, будем постоянно пытаться копить именно их, постоянно пытаться именно зарабатывать их. Я, кстати, ребят, не одел дрон, сейчас сольюсь, надо будет одеть обязательно дрона, потому что я его почему-то не одел. Фуловый дрон, ребят, фуловый дрон на лейтенанте. Что может быть лучше? Что может быть круче? При том, что это самый лучший дрон, который вообще, в принципе, может быть, штурмовик. Это просто идеальный дрон для любого формата, для любой битвы матчмейкинга. Иметь фулл расходку, это, конечно, круто. Конечно, круто. Вернее, не иметь фулл расходку, а иметь расходку после того, как ты убиваешь танк. Быстренько я забираю джиггернаут и очень-таки круто в этом плане сейчас у нас все получится. Понагибаем. Шесть минут у нас до конца катки. Я думаю, в принципе, этого времени хватит, чтобы нагнуть данный бой. Ну, а вы, ребят, не забывайте ставить лайк на данный ролик. Также, ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, насколько времени хватит мне данных батареек, сколько каток я с данным количеством батареек смогу сыграть. Ну и вообще, в принципе, в каком режиме мне лучше играть именно с дроном, а может, есть режимы, в которых дрон лучше вообще не использовать. Потому что имеются такие моменты, имеются, где лучше вообще не пользоваться им, так как, в принципе, например, вот в джиггернауте особо такого прям зверского резона нету в этих дронах. Блин, как-то очень фриз меня жестко морозит, потому что резиста от него у меня не имеется. И заморозил он меня конкретно, 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 и как я быстро сливаюсь. Печалька, печалька в этом плане. Что у нас тут по заданкам? Надо забрать ускорение, первое место занять. Ну, первое место я точно уверен, что мы в этой катке займем. Надо посливать, конечно, еще джиггернаута, попытаться это сделать по красоте как можно больше раз. Ну и, конечно, тут можно больше потестить именно дрон. Почему именно штурмовик, ребят? Если вы до сих пор еще не определились, почему именно в последнее время все отдают предпочтение именно данному дрону? Да все очень просто. Вы включаете расходку, либо берете ее дроповую, делаете килл, и данная расходка у вас продлевается. Если правильно килять именно противника, то у вас всегда будет фуловая расходка. Пока вы не умрете, расходка у вас будет. То есть, вот, например, как у меня сейчас, да, джиггернаута, ой, по-моему, джиггернаута, говорю, именно такие дроны кулдаун прошел. У меня 0 хп, если бы я сейчас не слился, я бы убил бы вот этого хоригрома, и нарко действие моей расходки бы продлилось. Это было бы, безусловно, очень-таки круто. Ты почти всегда катаешь с фулл расходкой. Если вот, например, у нас есть дрон, который дает от респа фулл нарко на 15 секунд, то тут эта нарко, по сути, ее надо сначала включить тебе, а потом ты с этой же фуловой наркой можешь просто их катать. Ну, то есть, в этом плане это, конечно, очень-таки круто. Вот сейчас я фулл расходку, ребят, прожимаю. Дрон у меня с кулдауна уходит. И я сделаю килл, и фулл расходка у меня опять откадешивается. Ну, это просто шикарный расклад. И касаемо именно данного дрона на мультах, это вообще, я думаю, очень-таки крутой дрон, если поиграть в нем, с ним, вернее, в не только режиме Джаггернаут, а если поиграть в той же ДМ-ке, то это, конечно, такой конкретный буст дает. Ну, конечно, с данным дроном очень много уходит батареек. Ни для кого не секрет, что за бой можно схавать около 20, а то и 30 батареек, если прям жестко не умирать, а постоянно делать киллы, постоянно кдшить именно этот дрон, то, конечно, слить можно аж 30 батареек. Это большое количество, именно если сравнивать ее с ценой. Ну, а если не смотреть на цену, а просто играть в свое удовольствие, то, конечно, на все эти дела и все эти расклады, в принципе, пофиг. Ну, как видите, у меня на аккаунте имеется 800 батареек, и, в принципе, мне самому даже интересно, насколько долго мне хватит этого количества. Я неспроста брал дрон именно на данный аккаунт, потому что понимаю, что на этом аккаунте, если я буду играть в таких вот всяких катках, типа там Джиггернаут и еще чего-то такого, бывает очень-таки не хватает именно расходки, а именно-таки этот дрон очень-таки хорошо помогает в данном плане. Ну, сейчас быстро мы заберем Джиггернаут, я думаю, без особых проблем. Должен, должен я забирать его. Должен, просто обязан, обязан забирать от Джиггернаута. Обязан, 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 обязан. Ну, изи катка забрал. Две минуты у нас до конца боя остается. И этого времени, в принципе, будет достаточно, чтобы я забрал первое место с данной каточки и спокойненько ушел на положительной ноте открывать свои контейнеры. Ну, а что касаемо, ребят, данного дрона, то в скором времени я еще сделаю тест на другом аккаунтике. Еще сделаем такой небольшой байт, или как это, превью определенное, то, что у нас есть еще один аккаунт, и на еще одном аккаунте у нас есть фуловый дрон. Пока я вам, ребят, не скажу, на каком аккаунте он у нас имеется, но в скором времени вы это все дело увидите и все это дело узнаете. Там мы более подробно попробуем затестить данный дрон, посмотрим вообще, насколько он будет нагибать в определенных каких-то режимах. Понятное дело, что в джиггернауте ты на нем особо долго не играешь, ну, а если катать, не знаю, в какой-нибудь демочке, то он у тебя постоянно будет использоваться. Хотя, в принципе, и в джиггернауте он у тебя будет постоянно использоваться, если ты не будешь забирать именно самого джиггернаута. Поэтому такой себе тоже спорный моментик. Но, в общем и целом, я бы сказал, что данный дрон, ну, реально крутой, реально нагибающий, и лучше дрона я бы точно пока не видел и пока я его точно не нашел. Есть определенные дроны, тот, например, дрон-десантник, который дает у нас фулнарку. Многие говорят, что он более актуальный, чем штурмовик, но так как у меня имеется десантник на основном аккаунте, и имеется там же, на том же самом аккаунте, и дрон-штурмовик, я понимаю, что все равно я с этим десантником не играю, да, есть какие-то катки, где можно было бы, в принципе, с ним тоже поиграть, с ним понагибать в той же ДМке. Но даже при тесте, при тесте в катке в ДМке, мне он не особо понравился, насколько мне понравился именно вот данный дрон. Поэтому, как-то так, поэтому в плюс два аккаунта я сделал выбор именно по данному дрончику, и думаю, что я не прогадал в этом плане. Так, надо быстро-быстро развернуть башню. Не успел я развернуть, сделать килл, но, в принципе, у нас до конца боя уже и так остается пару секунд. Выигрываем, вернее, никак выигрываем. Занимаем первое место в катке, получаем какие-то мелкие количество кристаллов. Кстати, ребят, скоро у нас уже будет День Танкиста. Ролик по скидкам у нас, в принципе, уже вышел. По моему мнению, какие у нас вообще, в принципе, будут скидочки. Я думаю, если будет 50-70 на МПК, то обязательно мы здесь тоже прокачаемся, запишем ролик и сделаем определенные прокачки до М3 вооружения. Ну, а давайте теперь под конец данного ролика уже откроем контейнер. 53 штуки у меня, как я сказал, уже еще имеется. Откроем сегодня три контейнера. Посмотрим, что нам выпадет. 250 всех припасов. Очень-таки хороший контейнер. При том, что расходки у меня на данном аккаунте, я бы не сказал, что так много. А аптечки плюс 250, это, конечно, круто. Конечно, круто иметь аптек дофига на таком звании, когда ты постоянно играешь в режиме джаггернаута, и когда ты его пытаешься забирать, ты всегда прожимаешь аптеку в первую очередь, а не еще какую-то расходку. Еще, еще 250 всех припасов. Нифига себе. Вот это прикол. Вот это прикол. Неплохо нарки дает, неплохо нарочки мне сегодня дает. И еще один контейнер открываем. Ну, уже белый, 125 ддшек. Ддшки тоже, конечно же, пригодятся, но два комплекта по 250 всех припасов подряд, это, конечно, дорогого стоит. Такой вот, ребят, ролик у нас сегодня получился. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и следите вообще за данным аккаунтом. На данном аккаунте, я думаю, в скором времени будет появляться больше роликов, так как у нас теперь имеется такой вот жесткий нагибаторский дрон-штурмовик, фулл прокачки. И если бы я тратил именно по кристаллам, то у меня бы ушло бы около 2 миллионов. Ну, не 2, где-то 1,5 миллиона при нормальной скидке бы у меня ушло. Без скидки это было бы около 2 миллионов кристаллов. А так, я его выиграл и, в принципе, он мне достался бесплатно. Поэтому как-то так. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.